И вот после этого инцидента, произошедшего на лужайке... Тут надо отметить, что это приехали этнические бандиты. Это банда из этих самых хмонгов состоящая. Так всегда получается, когда диаспора перемещается в некую страну, там образуются свои уголовники. Лучший пример – это конечные итальянцы, которые привезли свою преступность итальянскую с юга Италии и из Сицилии, и это получилась одна из лучших организованных преступностей в мире. У этих, конечно, несколько не так, а этническая диаспора, т.е. эта этническая преступность, она в первую очередь кошмарит свою собственную диаспору. Но это юные гопники, это такое американское АУЕ. Как только нет пионерской организации и комсомольской, вместо неё всегда образуется АУЕ. И цитадель демократии Соединённые Штаты Америки этим показывают всему миру пример, чем занимается молодёжь и юношество в свободной стране. Вот у них там какая-то телега своя, Хонда, по-моему, на заниженных колёсах, всё как надо, на заниженной подвеске точнее. Вот у них оружие есть, и вот они этого юного, как его там звали, Тао, мальчика звали Тао, да? А он его назвал Дао. Да. Ну, это по-русски я так называл. Оскорбительно. Он его оскорбительно называл, потому что он к нему относится как к тупой чурке, естественно, этот белый человек, который тут, понимаешь, за демократию кровь мешками проливал. Вот. Он его, кстати, даже Гуком не называет. Гук – это сокращение от Хангук, это самоназвание корейцев – Хангук, ну сокращённо Гук, соответственно. Но это не так обидно, как зипперхед, поэтому они у него по категории зипперхеды проходят. И тут вдруг эти зипперхеды прибежали к нему на лужайку, гнома разбили, и вот он выскочил с винтовочкой, навёл порядок под крики, что я из таких, как ты, трёхметровые брустверы складывал. Молодец.